Людмила Матвеевна Соколова, несмотря на не совсем хорошее самочувствие, на избирательный участок пришла заранее. Неизвестно, как будет со здоровьем в воскресенье. А выбор сделать необходимо так с юности привыкла. Закалка такая. И в большинстве своем люди, преклонных лет к избирательным кампаниям, подходят ответственно. Это мой гражданский долг. Я всю жизнь голосую. Как бы я себя ни чувствовала, как бы не выглядела, но я иду голосовать. Обязательно. Как вы считаете, что зависит от наших депутатов? От наших депутатов все зависит. Как они поработают, так и будет. Участки для голосования номер 20 и 21 находятся в 20-й школе. Здесь ответственно подходит к избирательной кампании, а потому на месте и наглядная агитация, и кандидаты в депутаты на листовках в наличии, и члены участковой комиссии застигнутыми врасплох не оказались, и наблюдатель на месте. Говорят, наплыва нет. Все ожидают 23 марта. Идут те, кто в воскресенье не сможет по каким-либо личным причинам прийти. Идут целенаправленно проголосовать за своего депутата, которому доверяют. Им очень понравилась сама встреча, разговоры вели, вопросы решались, даже на месте решались вопросы. Конечно, людей интересует в первую очередь жилье, правильно? Вот. Поэтому они даже выходили, у меня контингент такой глухонемые, поэтому они даже и спрашивали, где вот я хочу того и того. Вот они люди идут направленно даже, если спрашивают, говорят, я вот хочу того и того. На нашем участке в основном живут бабушки и дедушки. Молодежи мало, но идет. Вот сегодня пришел впервые голосующий. Было приятно, потому что у нас есть подарки для впервые голосующих. И ему была приятная неожиданность, и нам было приятно. А в основном на нашем участке это дедушки и бабушки, которые с удовольствием идут. Вот сегодня вы сами разговаривали с бабулей. С удовольствием идут, с удовольствием голосуют, надеются на тех, кого они выберут, что они будут хорошо работать. Надежда о том, что депутаты будут хорошо работать, отстаивать интересы тех, кто их выбирает, надежда на реальную помощь, а не на пустые обещания, живут брещане. Большинство респондентов открыто выражали свое мнение, но никто не сказал, что на выборы не пойдет. Скептик ухмельнется, а оптимист поверит. От моего выбора зависит наших всех белорусов, и не только белорусов, всех живущих в Белоруссии. Украинцы, белорусы, татары, евреи, неважно кто, все идут на выборы, и мы голосуем только лишь потому, что надеемся на наших депутатов, что они нам создают лучшее условие, нежели сейчас они у нас есть. На выборы обязательно пойдем. Думаю, что от голоса каждого что-то зависит. Какие-то дороги, наверное, в дворах что-то будет строиться. Не знаю, наверное, что-то зависит. А вот позиция «Моя хата с краю ничего не знаю». Как вы считаете, и не идут на выборы, это правильно? Я думаю, что идут на выборы. Думаю, что сейчас состоится, будет нормально все. Обязательно нужно ходить, и мы пойдем, потому что если не ходить, то это значит, что вообще ходить, а кого выбрать, что там поставить, это уже каждая воля. Мы выберем того, который нам нужен. А вот есть позиция «Моя хата с краю никуда не пойду ни на какие выборы». Мы к этому не привыкли. Каждый гражданин должен понимать, что от его голоса зависит многое. А вот именно, уточните, вот как вы считаете, что зависит от вашего голоса? Понимаете, голос может, допустим, мой голос, да, может оказаться решающим. К примеру, да, это один из факторов. А вставить такой вопрос, важен ли конкретно мой голос? Да, важен голос каждого. Если каждый будет для себя понимать, что от него в этом мире, в этой стране, в этом городе что-то зависит, это будет очень хорошо. Жить станет лучше. Правильно. Моя святая обязанность, как гражданки Белоруссии, пройти, пойти и проголосовать, сделать свой выбор. Почему? Почему? Ну, наверное, для того, чтобы наше государство было успешное, более защищенное. И я надеюсь, что эти люди просто нас защитят. Я не знаю еще, пойду я или нет. А почему такие сомнения? Ну, как время у меня будет располагать. Ну, вообще, ваше отношение к выборам, должен ли человек ходить на выборы? Ну, должен, да. За кого проголосую, тот и будет. Точно? Да. Верите в это? Верю. Жизнь идет вперед, прогресс тоже. Так что, ну, будем надеяться на улучшение жизни. И это будет зависеть от тех депутатов, которых выберем мы. За кого голосовать, каждый решает сам. Но сделать свой выбор, придя на участок для голосования, нужно каждому из нас. Ведь именно мы с вами решаем, опустив в урну бюллетень с именем того или иного депутата, кто будет отстаивать наши интересы и наши права.